Слава Украине! Приветствуем от Полонского! Так, друзья мои, сегодня утро начинаем с нашей любимой рубрики, поскольку это такая, ну, наиболее актуальная информация, которая нам нужна с утра, чтобы сохранять тонус на весь день. Значит, давайте посмотрим, сколько у Кондропуплина расистских агрессоров, расистских бандитов, расистских террористов и мародеров. Мародерить, правда, у них сейчас уже не так сильно получается, просто потому что они больше не атакуют. И, как говорится, да, благословенных украинских домов, наполненных блендерами, женскими трусами и собачьими будками и прочими благами невиданной цивилизации для расиста они сейчас уже не добираются. Помните, как в будче грабили, да, и трусы, и будки, и блендеры, боже, там и плазмы крали, такого уровня мародерства свет не видывал. Я вообще не знаю, были ли мародеры, мародеристее, чем российские мародеры. Наверное, никогда не было, да. Хотя, говорят, советские солдаты в Германии в свое время тоже, да, тоже, когда попали туда в 44-м, отличились были. Но тех хоть можно было понять, на них напали, да, и вы же помните, что немцы творили. А это просто мародеры, бандиты, террористы в чистом виде, без капли чести, без капли совести. Просто бандиты, и все, а расисты, что тут говорить. Да, так вот, давайте разберемся, где у нас расистов сегодня, в Кондропупеле. Традиционно это под Бахмутом. Фланги Бахмута очень сильно им насыпают. По городу информацию дам попозже. То же самое происходило под Авдеевкой, в Маринке. То есть, и очень часто накалилась Луганская область, криминная. Они пытались там атаковать, но получили очень сильно по зубам. Соответственно, несли потери в Луганской области тоже. Давайте посмотрим по количественному составу путинских бандитов, отправленных на концерт Кобзона. 480 путерастов отправились на палубу русского военного корабля. Слушать лекцию Жириновского. Ну, или кому нравятся спивы Кобзона, значит, слуха ты спивы. 206 200 у Кондропупленных расистов на сегодняшний день. Так, не слабо, да? Очень не слабо. Результаты спецоперации, так сказать, путинской. Ну, шо Путин? Дооперировался. Чучело. Так, опять-таки, вот то, что происходит, смотрите. Количество танков и БТРов уничтоженных, оно не компилирует, как бы, вот с количеством у Кондропупленных расистов. То есть, мы видим, что воюют они в основном мясом, а технику берегут. Мяса им совершенно не жалко, их у него много, сколько угодно. Да и дядюшка Си поставил задачу Сибирь, так сказать, обезмущинить. Женщины дядюшке Си как раз нужны, да. У него куча женихов. Соответственно, видите, вот Кондропуп это очень сильно... В основном уже послушайте, откуда вот эти вот бандиты, эти убогие. Господи, прости. Они же в основном их грибут из удаленных регионов, Сибирь. То есть, то, что будет, то, что готовится к передаче Китаю, вот это вот они освобождают от мужского населения. Да, значит, а танков, соответственно, немного, танки они берегут. Значит, три танка за вчерашний день всего 3799. Все равно очень гигантское количество. И семь БТРов. Всего 7442. Наши продолжают работать по артиллерийским системам. Значит, за вчерашний день 22 штуки. Всего 3406. И две системы ГРАД. Всего 5000. Ой, 5000. Если бы 5000 было бы хорошо. У них столько нет. Всего 572. Также было у Кондропуплина одно средство ПВО. Неназванное. Самолеты-вертолеты остались вчерашней оппозиции 310-296. Зато вот беспилотников на Кнотскале много. 31 штука за прошедшие сутки. Это много. Там же Хеды были. И Марлин. Или как они его еще называют. И Орлан-10. Много набили. Всего 2941. И сбито было 10 крылатых ракет Х-101. Это еще вчера утром. Всего 1025. Также было уничтожено 11 крузовичков. И автоцистерн. Всего 6172. И 3 единицы спецтехники. Всего 449. Ну что, готовимся к контрнаступлению. Скоро уже начнется. Соответственно, рашисты об этом узнают первыми. Потому что им придется бежать очень быстро. Ну, если жить хотят. Если жить не хотят. То, соответственно, будут оставаться в своих окопах. Где, как говорится, и станут нашей статистикой. Всего до Украины. Субтитры сделал DimaTorzok